Добрый день, это эфир информационная программа репортера студии Маргарита Шибукова. У Гомеля отбылась встреча старшиня Балваканкама Владимира Дворника с надзвишайным и полномосным послом Итальянской Республики в Республике Беларусь Стефано Бьянки. Почас яе были обмеркованы пытания, які тышатся супрацонництва помеж краинами у самых розных алинах. Дарыша-сустреча проходила напередине визиту делегации Гомельской области на сосветную выставу «Экспо» у Милан, а та ему сярут наибольшь приоритетных тем – супрацонництва у сельско-господаршей и харчовой сферах. Социально-экономичное супрацонництво Италии и Беларуси можно назвать становшим прикладом во взаимодносенных помеж краинами Заходней и Усходней Европы. И оно дало початок широку взаимовыгодных инициатив, які были реализованы у самых розных сферах життедейности краины и у приватности нашего региона. За студень «Красавик» 2015-го товарооборот помеж Гомельщиной и Итальянской Республикой склав больше за 33 миллионы долларов США. Экспортуются выробы шорных металлов, синтетичные нитки, цвяки, кнопки, помпы и их частки. Импортуются у региону основным машины, механичные и силовые установки, выробы скаменю. Объем замешанных инвестиций из Италии в Гомельскую область в 2013-м году склав больше за 16 миллионов долларов США. С уделом итальянского капитала в регионе организована вытворчность седрового обсталявания и выробы здрева, створены предприемства у сферы громадского харчевания, оказания лизинговых и инших послуг. В целом, помеж Гомельщиной и областями Итальянской Республики подписаны шерох погоднению об супрасовнецве в экономичной, социальной, гуманитарной и культурной сферах, а так само в галине туризму. По часу стрэш офицейных особ подкресливается, гэты и взаимоотносины что год дают дейсный выник, однако спыняться на досягнутым не варто. Необходно и далее развивать относины помеж регионами наших краин, освоивать потенциал кожных азиих и увособлять у житю новые суместные взаимовыгодные проекты. Программа моего визита в Гомельскую область была весьма насыщенной. Я посетил несколько гуманитарных ассоциаций, которые уже много лет занимаются проектами по здравлению белорусских детей в Италии. Это очень важный и серьезный аспект сотрудничества между нашими странами. Также посетил предприятия с итальянским капиталом, зарегистрированные на территории Гомельщины. Я убедился, что здесь созданы все условия для развития бизнеса. К тому же со стороны местных властей есть большой интерес в плане развития и расширения связей, в том числе привлечения итальянских инвесторов и бизнесменов в ваш регион. Для продолжения культурного сотрудничества посетил Дворцово-парковый ансамбль, который уже не раз принимал различные наши культурные мероприятия и выставки. К слову, несмотря на то, что это был довольно краткосрочный визит, он охватил все самые важные сферы нашего нынешнего и будущего сотрудничества. У Гомеля отбылась презентация экологичного проекта «Соединение перехода Республики Беларусь до зеленой экономики». Один из его накерунков – конкурс зеленых инициатив, переможцы которого отрываются по 110 тысяч евро на реализацию своих идей по природоохолной тематации. Проект финансируется Европейским Союзом и реализуется в партнерстве с Министерством природных ресурсов через программу развития ООН. Были выбраны в партнерстве с Министерством природы ряд пилотных территорий, на которых внедряются идеи и принципы зеленой экономики. Головный принцип зеленой экономики – побудова такой модели, яка забеспечит рост добробытых грамадзян и разом с тем сменьшит риск упрошенения шкоды на вакольному осяродзе. Для этого потребуется в приватности адаптация законодавства, а так само стумуливание грамадской инициативы. С этой методой экологичные организации проставят на конкурс пилотные проекты в сфере обыходжения с отходами, альтернативной энергетики и так далее. По выниках будут вызнашены 16 переможцев. Термин реализации их проектов не повинен превышать 18 месяцев, а максимальный объем максимального финансования – 110 тысяч евро. Организаторы запомнивают, что в выпадку поспехового сопрацовництва этот конкурс не будет опошним. На развитие экологичных проектов в Беларуси Евросоюз уже выдадковал около 12 миллионов евро. Филиал «Гомельские тепловые сетки», поведомляя о проведении с 8 по 21 липеня, ядров лишних выпробований унатрывалась и шильность тепловых сеток Сальмашевского района с наступным выводом у ремонт. При выявлении пошкоджения трубопровода обоотепляльных систем необходимо неотклавно поведомить диспетчеру по номеру телефона у Гомеля. 42-16-18, альбо 029-149-63-52. Сотни вырытованных жителей и тысячи попередженных выпадков гибели людей на воде. Спякотный пиры для супросовников Гомельской областной организации товариства вырытования людей на водах – один из самых напруженных у сезонья. Под контролем воротовальника у 32 оховываемых и сотни стихийных пляжа. За пять месяцев бягучего года на водоемах Гомельской области загинули 20 человек. Это меньше, чем за аналогичный минулогодний пиры, это однокожный выпадок трагедия. Тому супрацовниками освода робится все необходимое, чтобы не только запеспечить належную здоровь и небеспеки на водоемах, а и продухилить неосчастные выпадки. 90% – это, собственно говоря, несоблюдение мер безопасности. Это одна из проблем, наверное, белорусов, может быть, не только белорусов, а славян. Вот это отношение к своей собственной жизни, беспечности в какой-то степени. Зараз на территории Гомельской области 32 оховываемых пляжа и некольки сотня стихийных. До кожного воротовальника не представишь. Але работа по профилактике без того проводится масштабная. Все ли то разы повеличилась колькость плановых рейдовых мероприемств. Перед початком сезона специалисты освода расповсюдили рекордную колькость информационных брошюр. Протягивают, проводятся встречи и лекции. До того ж на базе воротовальных постов взроблены детячие навучальные классы. Информование об тем, что вода тоит у себя не биоспек, у специалисты лечить своей першочерговой задачей. Все должно быть направлено на разъяснение, объяснение и предупреждение все-таки происшествий на воде. Пусть это будет не связано не обязательно с гибелью людей, а происшествий на воде. У нас вот на таких данных мы не ведем. Это все-таки ближе медицинское направление. Все-таки большое количество травм. По тем информациям, которые у нас есть, это и переломы, и позвоночники, и руки, и порезы, и разрезы, и все, что хочешь. И сотрясение мозга. Поэтому здесь тут должно быть все в комплексе. С надыходом с Пякоты на водоемах Гомеля и в области наплыв от подшивающих. Али у воротовальников хапает техники, как обтримать на контроле усилий гайные пляжи. Иншая справа – самосвядомость насильництва. Без яе никакие намагания не дадут выникал. Александр Гамуля, Евген Макеин, Котелер, радиокомпания «Гомель». Дарыш и сенья старшиня Гомельской областной организации Белорусского республиканского товариства вырятования людей на водах Александр Стельмашок станет гостем интерактивной программы «Диалог». Размова по диабмерам профилактики нешастных выпадков на воде. Задать пытание и выказать конструктивные пропановы можно подчас промого эфиру по номеру телефона 77 68 45. Глядите программу «Диалог» на телеканале «Беларусь-2» сенью, 18 годин, 10 хвилин. Сегодня в Беларуси стартует черговый этап уступной кампании «Початок приема документов» у ВНУ. Ректор Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны Александр Рогачоу наведал радиостудию «Гомель плюс» 137 FM, как подчас эфиру дать отказ на актуальные пытания. Году у меня Франциска Скарыны сегодня классичная ВНУ, яка выходит у 14% лепших университетов света. Все лето тут означали в 85-й годе и весь этот час университет неизменно протягивает творчих, талиновитых молодых людей, якие жадают отримать трывалые веды. Сегодня тут наличивается амаль 12 тысяч студентов, с высшисти сот выкладчиков, у лику яких 4 члены-корреспонденты Национальной академии наук Беларуси, больше, как 40 докторов наук и 200 доцентов. Все лето в ГДУ будут вести прием абитуриентов на 31 специальность и прикладно на 65 специализаций. Найбольший великий конкурс традиционно означается на правознавство и физичную культуру. Проявляют стекалость абитуриенты и до новых специальностей, связанных с ужасными технологиями. Вместе с тем, в области IT-технологии открыт целый ряд новых специальностей. Это на физическом факультете, это программирование мобильных систем, компьютерная безопасность, информатика и программирование. Если вы, в общем-то, сделаете выбор в пользу нашего университета, а это будет очень правильное решение, вот самый квалифицированный состав высшего учебного заведения по лесу, сделаете все возможное, чтобы вы получили очень достойное образование. Дарыши сегодня на хвале 103.7 FM Радео Гомель Плюс отбудется черговая гаража линия в рамках программы «Задай пытание уладе». С 10 до 11 годин на пытании Радео Слухаршоу будет отказывать представник Гомельского державного медицинского университета. Потелефоновать на гаражу линию можно по номеру 37-100. Приемная новина для прихильников клуба спортивной аэробики «Спортданс», який денежная на базе стередней школы номер 45 Гомеля. Започных спортивных споборництва у открытого Кубку Вильнюса ребята привезли одразу три медали. Поглядеть на пластичные пригожие зашаровальные рухи юных граций отправился наш корреспондент Светлана Князева. Пара Деяны Саковской и Игоря Антропова на открытым Кубку Вильнюса завоевала бронзовую медаль. Яны соправдные талинты, якими гонораться батьки, наставники, знакомые. 10-ти годовая Деяна займается у клубе 4 годы. За этот час дед только не побывала юная спортсменка – Чехия, Аустры, Эстония, Литва, Россия. Выступала соло группой у тройцы, а так само у пары. На сегодняшний день это самая результативная спортсменка у клубе. У нее третье место есть, есть второе. И даже в соло девочки там очень жесткая конкуренция. Она вышла в финал, пока четвертая, но я надеюсь, что мы планочку свою повысим. Игорь Антропов займается у клубе 7 годов. У этого юнока уже есть профессийная международная лицензия спортсмена. Деяну Игоря тренер Светлана Кашанская будет рыхтовать на чемпионат света в наступном году. А это уже профессийный спорт. Учарговый раз высокое спортивное майстерство подтвердил 8-годовый Радзивон Шилов. Выступление соло в Вильнюсе принесло ему серебряный медаль. Радзивон делится плюсами занятков аэробикой и признается, очень секрет его успеху. Крепче становлюсь. Мне очень нравится мой тренер Светлана Владимировна. Она мне помогает, ну, разминаться. Я ее люблю. Гэтые дети ведают цену перемоги. Далеко не каждый сдольный вытремать их нагрузку. Штодионные полторагодинные тренировки, як у спортивных школах, спортивный рытм, режим. И усё гэта на протягу 7-х годов на базе завершальной аугольной атукациейной школы. Подобный опыт по куль один украиням. За рубежом всегда тренеры зарубежные удивляются, что обычная общеобразовательная школа конкурирует со спортивными школами и, в общем-то, забирает у них места. А что на тое, что, дякаучи своей праце, ребята, по-перше, бывают у разных краинах. Только за прошлые 9 месяцев яны наведали Чехию, Австрию, Словакию, Литву, Латвию, Эстонию. По-другой, у них заявилась шмат сябру, яких юные белорусы мают махшимость познайомить со своей краиной. Мне, конечно, очень хотелось, чтобы спортивная аэробика развивалась в Беларуси, чтобы, как школы другие, подхватили нашу инициативу, потому что вот этот вид спорта, он вполне приемлем для обучения в обычной школе. Спортивная аэробика – перспективный вид спорта. В этом году на первых в истории европейских гульних в Баку этот вид спорта был включен в программу. Процедневного от Беларуси, на жаль, не было. Однако, надзираючи за поспехами юных спортдансов, можно не сомневаться. У худким час яны займут свою нишу и тут. Светлана Князева, Валерий Гапанько, телерадио-компания «Гомель». И на этом «Поколю сёздор» разведём подейс, а шыти по наших выпусках. А я с вами развитвуюся. До повышения. Редактор субтитров А.Семкин